Привет! Машиночка дай Помашиночка Это не перекрасок вообще убивает У нас в пробке два часа в одну, получается, походу. Рассказать про имя? Ах, долгая эта история. О-о-о, почему-нибудь, почему-нибудь. Зачайные рэкеты, не авенеры временные. Сейчас надо будет ставить постоянно, я все не могу морально настроиться. Поехать к стоматологу. Привет, Тай, привет. Домой едем. Жарко, капец, пробки, все как обычно. А почему Вика, почему Рита? Потому что родилась я в Тбилиси. Завтра поеду МРТ делать. Ой, кстати, по поводу про лактина. Спасибо большое, еще одно, кто написал. Много у кого такая же проблема. Смотрю, все настраивают, ничего страшного. Все восстановится, попить таблеточки, все будет хорошо. А массу можно набрать только в зале. Ну, поначалу неудобно с минирами, а потом привыкаешь. Имя, 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 имя. Потому что родилась я в Тбилиси. Папа у меня армянин. Вот. А мама русская. Рита меня назвала мама моего отца. В 90-е годы была перестройка. Началась вся эта суматоха. Вот. Мама испугалась, собрала мои вещи, пеленки. Ну, это я так вкратце рассказываю. Собрала себе свои вещи, которых-то особо не было. Завернула меня в пеленку и улетела в Хабаровск жить. Откуда сама родом. Вот. В Хабаровске я жила с 6 месяцев до 19 лет. Приехали в Хабаровск мы в статусе беженцев. Не было ни документов, ни квартиры, ничего. Приехали, жили у прабабушки. Вот. И когда приехали прабабушки, прабабушка сказала, что это имя мне не идет. Что Ритой меня называть не будут, мне идет только Вика. Вот. И с тех пор 6 месяцев от роду меня называют Викой. Но в документах я осталась с Ритой. Не поменяли. Ну, банальная ситуация. Некогда. То с одного города переезжали, то в другой. И вообще было не до этого. Мы были в статусе беженцев. Моей маме было 18 лет. И ездить искать, где там что менять, как менять имя. Ей было абсолютно не до этого. Она думала только, как заработать на хлеб. И так меня звали в детском саду. Меня звали Викой. В первом классе в школе меня звали Викой. И в последующих классах. Вот. Просто по документам я всегда была Ритой. И так я всю жизнь живу с двумя именами. Те, кто мало мне знакомые там, то с тем людьми, у которых у меня сугубо официальное отношение через паспорт, с теми я общаюсь и они меня называют Ритой. Ну, допустим, там где-нибудь путевку мне нужно сделать, либо еще что-то. Когда некогда объяснять и когда это не особо важно, что у меня два имени, меня называют Ритой. Единственное, в Академии в Москве я училась. Некоторые Викой называли, некоторые Ритой. Так и нарекли меня с двумя именами. О, блин, солнце светит. Вот так и живу, короче, с двумя именами. Я привыкла, мне обычно. Ничего сверхъестественного не чувствую. Какие фильтры для фото используешь? Снепсит и все. Крупное зерно. ВСКО. Может, там пару фильтров иногда использую. Эндокринолога, гинеколога. Не знаю, я хожу. У меня возле дома клиника платная, для всей семьи называется. Есть клиника в надежных руках за Тургеневским мостом. Я прихожу и там сдаю все анализы. Прохожу всех врачей. Надо УЗИ сделала, надо к гинекологу пошла, надо к эндокринологу, надо к гастроэнтерологу. Все в одном месте. Денежку заплатила и все сделала. Поэтому как-то так. где мои родители. Мама живет напротив доме. Своего отца биологического я никогда не видела и всю жизнь жила с отчимом до 12 лет. Потом мама с ним рассталась. И все. Ну не знаю, всю жизнь без папы у меня только мама. Бабушка моя, мамина мама, особо не общаюсь тоже никогда с ней. С дедушкой тоже особо не общаюсь. У всех другие заботы, хлопоты, так сказать, хлопоты. Им не до внучки и не до дочки. Поэтому я всегда с детства сама по себе. Сама себе велосипед. Вот. Мама уезжала, работала за границей. Мне как только исполнилось 8 лет, я практически жила всегда одна. Ну либо с отчимом, либо с мамой отчима. Я жила по полгода. Маму видела в год по 3 месяца. И так было до 16 лет. Вот. А потом в 16 лет я забеременела и вышла замуж. Глупо задавать вопрос. Наверное, почему. Потому что все свое детство я была предоставлена сама себе. Соответственно, как нужно жить, мало кто объяснял. Вот. Почему сейчас не меняла в 20 лет? Ну потому что сейчас я пошла менять. Мне сказали, что у меня слишком много всяких документов. Я слишком часто меняла свое место жительства. Потому что училась я в городе Хабаровске. Там одни документы. Потом я училась в Москве. Там другие документы. В Астрахани я получала свой паспорт на 20 лет. Там третьи документы. Здесь я вышла замуж, меняла фамилию. Здесь четвертые документы. Вы представляете, сколько им нужно делать запросов в каждый город. И получать ответы, чтобы поменять мне имя. Конечно, они не хотят этим заморачиваться. Они сказали, слушай, дорогая, ты и так ходила 26 лет с двумя именами. И еще походишь. Ничего страшного. Ходила и ходи дальше. Вот. И как бы оно то, что им все равно. Хочу я не хочу. Им не хочется заморачиваться. Ну и как бы они говорят, что это невозможно. Потому что живу я сейчас вообще в республике Адыгея. У меня это в Тахтамукайском районе ЗАГСе. Я туда приезжаю за 3-9 земель. И там вообще всем чихать абсолютно. Чего ты там хочешь поменять? Когда ты хочешь? Зачем? Вот. Такие дела. Благодаря тебе, крепкая сила, воля. Спасибо. А мне благодаря вам. Как часто Google полишь? Ну раз в полгода. Даже 4 месяца. Лида? А второе имя какое? Я не Лида. Я Вика. Нам перепутали, Рита. Ты очень изменила мое отношение к идее. Жаль, что раньше не нашла твою страницу. Ну, лучше поздно, чем никогда. Правильно? Как начать путь ПП? Выкинь весь пищевой мусор с своего холодильника и отлично начнешь свой путь к ПП. Я отца наше страницу. Имя, имя. Рассказала про имя. Подожди. Чуть. Я все тебе оставлю? Ну да. Потом разберем тогда. Подожди. Открой. Отставим костюмы. Да, костюмы. Да, костюмы. Почему фото с мамой не выкладываешь? Есть там где-то внизу. Давай, давайте. Фото с мамой. Мы с ней не общаемся практически. Потому что мама у меня свидетель еговый. У нее свое отношение к жизни. У меня свое. И мы с мамой очень всегда не как мама с дочкой. Какие-то конкурентки. У меня не такие необычные отношения с мамой. Поэтому мы особо с ней не общаемся. Вот. Потому что родила она меня рано. Разница в возрасте между мной и мамой 17 лет. И я ее как бы и с 8 до 16 лет я ее часто не видела. И поэтому со временем перестала ее воспринимать. Вот. Единственное хорошее были отношения, когда мы обе были беременны. Тогда что-то прям нормально было. А потом все равно свои какие-то загоны. У меня свои, у нее свои. Мы никогда не можем найти какое-то общее решение. Всегда друг другу тыкаем. А ты виновата. А ты сама виновата. Вот. Поэтому мне проще вообще не общаться. Вообще никак. Как добиться белоснежного оттенка волос, как у тебя? Покрасить? И останетесь без волос, как я. Ну, видите. Вообще нет. Вот. Когда у меня покрасили, у меня все волосы выпали. Если есть деньги наращивать, то можете. Пожалуйста. Где покупать пояс за фитнес? Решетка цитарям пояс. Там будет ответ. Когда гастритом заболела? После диеты или с детства? С детства, конечно, говорю, за мной никто не смотрел. Я с 12 лет начала пить пиво и ела доширак. И довелась я до такого состояния, что меня увезли в больницу с чуть ли не язвой кишечника. Вот. И там глотал трубку и все остальное. С подружками пиво спили. Не, не пили. В 14 лет я заболела. И все. И получился у меня хронический гастрит и панкреатит. Макс не знаю, как убрать мне живота. Правильно питаться и тренироваться. Не, МРТ пока не знаю. Завтра я знаю, что про гид в офису надо. Завтра буду делать. И там уже скажут. Ну, девчонки написали, сказали, что большинство у кого такая проблема и ничего страшного. Пропишут таблетки и все будет хорошо. Вот. Все восстановим. А в плане всего остального я вообще здоровая. Просто как бы никаких проблем, кроме как с пролактином, нет. Я сдала анализы абсолютно на все. На все гормоны. Вообще на все, что можно и нельзя. У меня вот такая кипа анализов. Вот. Я говорю, единственная проблема с детства, гастрит, панкреатит хронические, с которыми я борюсь. И вот постоянно на таблетках. И вот этот пролактин, гормон стресса, так сказать. Ну, я всегда такая нервная, такая нервозная женщина. Поэтому я всегда в состоянии... Можно... Если на меня так посмотреть, на самом деле, кто меня знает, я внутри всегда нахожусь в состоянии стресса какого-то. Я всегда обо всем переживаю. То у меня одно, то у меня другое. И, может, еще на фоне этого всего, конечно, как накопилось. Вот. И повысился у меня этот гормон. Вот. Про локтинки. Еще взяли. А, девчатка, купила торрешмот чуть-чуть совсем. Вещей ничего особо там не было. Вот. Взяли чуть-чуть обуви, туфельки, босыножки. И все. И чуть попозже выложу. Пошла работать в этот зал, потом опять работать. Еще мне надо ваш директор разгребсти. Пожалуйста, не пишите по всякой там ерунде. Ногти, волосы, брови, ресницы. Ну, правда. Мне очень там важные вопросы нужно решать. И когда очень много всякой ерунды, тяжело работать. Когда сообщений целая куча. Вот. Мой помощничек. Помолвничек, мой, помолвничек. Уверен, что можешь забеременеть после таких насилований организма. Ну, я давайте как-нибудь сама разберусь. Смогу я забеременеть? Не смогу. Сейчас я не собираюсь забеременеть. Мои формы мне нравятся. У меня есть жирок и вода. Знаю, что нужно садиться на сушку, но я боюсь потерять свой объем. Что делать? Пей аргинин, БЦА. И не потеряешь ничего. Там карточка не выпадет с кармана. Карточка с кармана не выпадет. Торчит. Что, заходи, дай? Потому что тот, от кого ребенок. Нет, с мужем я развелась, когда мне было 19 лет. зачем про себя рассказываешь но вы спрашиваете я рассказываю почему разошлась мужем потому что он пил курил травку изменял поэтому я с ним разошлась и еще бил меня как перешла да я когда развелась я была на десятом небе отчасти девочки как можно если бы на грани развода мне кажется надо радоваться вы развелись все супер иначе зачем разводиться вообще тогда не надо разводиться если вам так плохо если вы не можете без своего мужа я вообще готова была не знаю я только забыла в развод как можно избавиться от целлюлита до лета реально нет нереально целлюлита избавляется минимум девять месяцев даже сколько я избавлялась до 9 месяцев уйдет ладно ребят пойдем зал собираться переодеваться готовится к вам поехала работать не звали конечно же малому на Надо тоже что-нибудь купить. Ой, такие костюмчики на маленьких прикольные. Вообще, особенно на девочек. Я прям смотрю, такие мимимишные прям. Адидасовские такие классные вообще. Вот, ладно, целую, всех обнимаю. Пошла собираться в зал. Пока-пока. Спасибо за эфир.